Кремлевский фюрер, по своему обыкновению, просидев под плинтусом почти сутки, наконец-то вышел к народу, обратился к нему и назвал все происходящее военным мятежом, чем совсем не оставил Пригожину уже никакого выбора и никаких путей к отступлению. Теперь только вперед, только на Москву. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале, мы сейчас записываем такой срочный выпуск по поводу происходящего, не забывайте лайкнуть, подписаться, прокомментировать, кто хочет задонатить на канал, кнопка супер спасибо, вот где-то здесь сердечко с долларом или патреон, он находится в описании. Ну пытаться тут уследить за актуальными событиями довольно сложно, потому что само событие, оно еще в развитии, я бы даже сказал в начале своего развития, поэтому немного давайте восстановим хронологию событий. Вот это видео мы записываем 24 июня, 23 июня полевые лагеря ЧВК Вагнер подверглись обстрелу. Кто их обстреливал, как их обстреливать, совершенно непонятно, понятно только направление, стреляли со стороны России по этим полевым лагерям. Непонятно совершенно, какие там у них были потери. Пригожин сказал множество убитых. Есть видео, где видно, как люди там что-то мечутся, видно какие-то воронки от снарядов, горящие, посеченные осколками деревья. И после этого Пригожин объявил о том, что начинает поход, освободительный поход на Москву, который он назвал маршем справедливости. Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Ну вообще, надо сказать, что такие слова от Пригожина, как марш справедливости, звучат как минимум двусмысленные. Я, кстати, всех предостерегаю от такой разновидности стокгольмского синдрома. Если кто-то вдруг будет симпатизировать Пригожиному, он такой молодец за справедливость, против коррупции олигарх. Все это чушь собачья. Пригожин и справедливость в одно предложение никак не помещаются. В принципе, у него свои цели и задачи. Он бандит, убийца, он военный преступник, он предводитель незаконного вооруженного формирования. И все это, еще раз говорю, не восстание декабристов, которые хотели каких-то демократических преобразований. Боже упаси. Нет. Это классический военный мятеж полевого командира. И вот тут мы перейдем к нашему любимому занятию этой исторической параллели. Это все было вот буквально недавно, вот буквально несколько месяцев назад. И было это в Судане, где взбунтовались так называемые силы быстрого реагирования. В 2013 году они были организованы из ополчения Джанджавит. Есть такое у них, которое суданские власти официально использовали для борьбы с оппозицией из мятежной провинции Дарфур. Джанджавит впоследствии, который называл силами быстрого реагирования, отличился там рядом жесточайших военных преступлений, массовыми убийствами. Вот в частности в Хартуме там была жуткая резня и так далее. И в какой-то момент в Судане образовалась такая параллельная армия. Вот буквально история повторяется с Вагнером вот один в один. Она даже развивалась параллельно. И насколько я знаю, Пригожин там имел к этому какое-то отношение. В какой-то момент суданские власти сообразили, да, суданский президент сообразил, что, ну не президент, он там как бы руководитель этой военной хунты, которая правит в Судане. Сообразил, что это опасно иметь такую параллельную армию, у которой есть танки, пушки, реактивные системы залпового огня и так далее. И решил их включить в состав официальной суданской армии. Вот в точности как Шойгу. И все получилось вот ровно так, как оно получилось. То есть там начались бои на сегодняшний день. Мятежники, вот эти силы быстрого реагирования контролируют примерно треть страны. Две трети контролируют официальные суданские власти. Там полный бардак, разброд, шатание и постоянные стычки между ними. У Пригожина, как мне представляется, изначально-то задача была какая? Или цель, если хотите. Он хотел войти в первый эшелон элиты. Он хотел стать вот, чтобы как Шойгу, чтобы контролировать гигантские финансовые потоки. Вот эти огромные деньги, миллиарды, триллионы, которые вливаются в армию. Сидеть на этих финансовых потоках. Но Шойгу с Герасимом его аккуратно от этого всего оттирали. Потом они предложили ему подписать контракт. Шойгу там издал какой-то указ, слэш приказ о том, что все добровольческие формирования должны подписать приказ. Пригожин его послал известным курсом. Вот в точности, как я уже сказал, повторяется ситуация в Судане. И тогда вот Минобороны перешло к решительным действиям. И вот произошел этот обстрел. Сначала там были попытки минирования. Я об этом рассказывал там в одном из своих видео. Которое называется «Причувствие гражданской войны». Вот на него здесь ссылка есть. И в нем я говорил о том, что неизбежно произойдут масштабные столкновения между Вагнером и частями Минобороны. И вот, пожалуйста. Надо сказать, что продвижение у Вагнера по территории Российской Федерации. Вот, кстати, карта, которую сейчас публикуют о том, какую часть территории он ее контролирует. Так вот, продвижение у них там куда более успешное, чем на Бахмутском направлении или в том же Солидаре. Да, двигаются они быстро. Сопротивления особого им никто не оказывает. В Москве и Московской области объявлен режим контртеррористической операции. Туда стягивают военную технику. В общем, полный разброт и шатание. Особенно любопытно в этой ситуации наблюдать за пабликами Z-WinCore, которые там вот публикуют вот такие вот смайлики, да, и пишут, что происходит вообще. Как же так? Боже, храни Россию. И вот это вот все, пятое, десятое. Как обычно, не доходя до одного очень простого вывода. Вот буквально миллиметров всегда не хватает. Что не нужно было начинать эту войну. Не нужно было взращивать вот это чудовище в виде Пригожина и Чаваковагна. Ничего бы не было, жили бы дальше все и все были бы живы, да. И города бы стояли украинские, и Шебекина бы никто не обстреливал. И все было бы замечательно. И вот они прям гадают, что же побудило Пригожина, да, вот на вот этот вот мятеж тогда. Что же, как же происходит? Как же его теперь остановить? Не надо было все это начинать. Все очень просто. Конечно, в ресурсном отношении Минобороны намного сильнее. У них больше людей, больше техники, больше артиллерии. У них есть авиация в большом количестве. Она над Украиной особо действовать не может. А вот против Пригожина само то. Но вот Пригожинские заявляют, что уже умудрились сбить три вертолета, которые пытались атаковать их колонны. Правда, они оговариваются, что летчикам сказали, что это колонны ВСУ, которые вот неожиданно прорвались на территорию России, значит, и идут маршем на Москву. Ну, бред, конечно, несусветный абсолютно. Я полагаю, летчики прекрасно знали, кого они атакуют. Но вот у Вагнеров, видимо, есть какие-то средства. И они, значит, эти вертолеты один за другим бьют, валят и сбивают. В чем преимущество Вагнера перед частями Минобороны? Во-первых, практически все боеспособные части Минобороны находятся на фронте и связаны боями с украинской армией. А тут в тылу, значит, такое происходит. Во-вторых, Вагнер, да, группировка немногочисленная. Вот тот же Пригожин говорит 25-30 тысяч человек. Это немного. Ну, это грубо там 2,5-3 дивизии. Но они исключительно мотивированы. Они исключительно подготовлены. Они преданы своему вот командиру или, как его там назвать, главарю Пригожину. Да, и готовы выполнять любой его приказ. Вот за ним в вагоне в воду. При этом они все, ну, большая часть из них обладает колоссальным боевым опытом. Многие воевали еще, начиная с Африки, возможно, с того же Судана, да. И поэтому довольно сложно выставлять против них заслоны из срочников 18-19-летних, которым вот даром это все не нужно. И понятно, что они будут все разбегаться. Остается только Росгвардия, наверное, да. Часть из которой тоже находится на оккупированных территориях Украины. Но, в принципе, вот в центральных регионах России ее довольно много сосредоточено. Вопрос, насколько Росгвардия подготовлена к такого рода столкновениям. Мы помним все по первому периоду вторжения, как Росгвардию там жгли, убивали, били там со страшной силой в том же Харькове или под тем же Киевом. Колонны Росгвардии там раздолбанные были, да. Кроме этого, вряд ли Росгвардия обладает таким вот набором тяжелых вооружений, каким обладает Вагнер. Ну, у Вагнера танки, на минуточку. А у росгвардейцев бронеавтомобили тигры. Прямо, скажем, неравноценное, да, соотношение сил. Ну, что любопытно, вот наблюдать за Кадыровым. Он пока еще вообще ничего не сказал, при том, что он до этого был там в каждой бочке затычкой. И там и с Вагнером он ссорился, и с Пригожиным он ругался там, и стрелки ему там забивал, значит, через своих там полевых командиров и так далее. Сейчас он молчит. Сейчас он молчит, сидит тихо. А знаете почему? Потому что он ждет, кто победит во всей этой истории. Победит группировка Минобороны. Так он скажет, а я же был за вас. Я тут вот на Кавказе охранял ситуацию, да, не допустил вооруженного мятежа в Чеченской Республике или что-нибудь в этом роде. Победит Пригожин. Он охотно к нему присоединится. В общем, все это, конечно, очень сильно напоминает действительно 1917 год. Тут вот кремлевский фюрер не ошибся, когда на фронте черти что творится, на фронте наступает противник, ну в данном случае ВСУ, в тылу вооруженный мятеж и вообще непонятно, что происходит. И, в общем, все это начинает напоминать сильный коллапс, такой вот распад государства. Я об этом тоже много раз говорил. Что когда вся эта история с Пригожиным появилась, вообще когда появилась частная армия, а частная армия в государстве быть не может, в принципе, по определению. Потому что одна из главных функций государства это легитимное насилие. Вот когда они этого джина из бутылки выпустили в свое время, то обратно его загнать уже никак не получается. Но еще раз говорю, ситуация в развитии. Ситуация меняется буквально каждые полчаса. То вот то происходит, то это случается. И не факт, что вагнера дойдут до Москвы, а может быть и дойдут, кстати, кто их знает. Да, во всяком случае в Москву уже стягивают военную технику. По этому поводу уже много свидетельств. То есть, как я уже сказал, там объявлен режим контртеррористической операции. Я полагаю, в Кремле сейчас усиленно гадают. Что же делать-то со всем этим? Кстати, обратите внимание, что в своем обращении Путин не назвал ни одной фамилии и даже не произнес слово «Вагнер». Те, кто, вот те, кто, это его излюбленная манера не называть. Он там Навального того же боялся назвать лишний раз, да, как будто у него язык от этого отсохнет. Вот так же он точно не говорит и про Пригожих. Но, возвращаясь к началу этого видео, он сказал, что это вооруженный мятеж и те, кто его устроил, понесут наказание. То есть, таким образом, еще раз придем к этому выводу, он не оставил Пригожину выбор. В качестве одного из сценариев развития событий тут можно предположить, что, опять же, возвращаясь к Судану, у нас тут все друг с другом пересекается. Пригожин может взять под контроль какую-то область Российской Федерации, ну, не область в плане административном, а вот кусок территории, устроить там свой какой-то режим, да, и там уже вот на каких-то своих условиях строить там какие-то свои отношения с местным населением, там какие-то свои органы власти. У него есть армия, самое главное, да, есть армия ресурсов, есть, наверное, какие-то финансовые и так далее. Ну, в общем, посмотрим, как все это будет развиваться. В любом случае, будем это обсуждать, я полагаю, уже в ближайшее время, потому что ситуация развивается настолько быстро и стремительно, что вот нужно успевать за этой актуалией. Спасибо, что смотрите. Лайк, подписка, комментарии. Три несложных действия. И продолжим за всем этим следить обязательно. Всем пока. Продолжение следует...